МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. В начале выпуска коротко об основных событиях. Школьники и учителя Видновского художественно-технического лицея учились правильному поведению в случае пожара. 9-й Д, по списку 30, присутствует 27. В Щербинке при поддержке муниципалитета открылась Академия хоккея имени Алексея Косатонова, где будут заниматься 150 ребят из Ленинского округа. Меня притянула, конечно, к этому спорту красивая форма. Поселку совхоза имени Ленина исполнилось 105 лет. Желаю всем вашим семьям мира, добра и благополучия. Жители окрестных домов стали свидетелями, как ученики и сотрудники Видновского художественно-технического лицея массово покидали учебное заведение. Здесь впервые в новом учебном году провели учение по эвакуации в рамках плановых противопожарных мероприятий. Сразу после объявления пожарной тревоги учащиеся и преподаватели покидают классы. На первый взгляд задача у сотрудников заведения несложная. Реагировать, скоординировать свои действия, вовремя, без паники, покинуть здание. Дело в том, что у нас количество детей растет. Если честно, то раньше, если в классах было по 25-30 человек, то здесь до 40, поэтому как бы в кратчайшие сроки. Всего в учениях по эвакуации в Видновском художественно-техническом лицее приняли участие более тысячи ребят и порядка 60 человек преподавателей и технического персонала. 9-й Д по списку 30 присутствует 27. 5-й Д по списку 34 присутствует 33. Считанные минуты потребовались на эвакуацию. Результат неплохой, но всегда есть к чему стремиться. Переговорив с сотрудниками МЧС по аналогии с другими школами, где проводилось, есть определенные моменты, которые можно доработать. Например, таблички у каждого классного руководителя, подписанные с классом. Во-вторых, конечно, дети не до конца понимают, что такое пожар и что такое тренировка. И это вопрос с классным руководителем для усиления этой работы с точки зрения дисциплины. В ходе подобных мероприятий сотрудники МЧС также рассказывают школьникам о работе огнеборцев и напоминают ребятам о противопожарных правилах. Мы работаем на перспективу для того, чтобы на территории Российской Федерации было как можно меньше пожаров, погибших и травмированных при пожаре людей. Из года в год мы наблюдаем количество снижения пожаров на территории как Ленинского городского округа, так и Московской области. В том числе количество погибших людей на пожаре, количество пострадавших людей на пожаре у нас уменьшается. Учения по эвакуации проходят в школах Ленинского городского округа раз в квартал. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Доблятова. Видное ТВ. Почти 400 юных спортсменов, из них более 150 – ребята из Ленинского городского округа. В Щербинке при поддержке муниципалитета открылась Академия хоккея имени Алексея Касатонова. Наша съемочная группа побывала на торжественном открытии. С автограф-сессии двукратного олимпийского чемпиона Алексея Касатонова начались мероприятия по торжественному открытию Академии хоккея, которая носит имя этого прославленного спортсмена. Уверен, что большое количество ребят захотят именно в этой школе получить свое, так скажем, хоккейное образование. Уверен, что состав и тренерский, и административный будет соответствовать высокому статусу, высокому имени руководителя этой школы. Академия расположена в Щербинке. Среди ее воспитанников почти 350 детей. Среди них более 150 ребят из Ленинского округа. Занимаются они совершенно бесплатно. Мы находимся на бывшей территории Ленинского района, Ленинского округа. Поэтому какой-то символизм можно найти, но тем не менее мы работаем. Мы работаем над тем, чтобы все, без исключения занятия, а не часть, как сейчас проходили на территории Ленинского округа. Всего полчаса от дома, и ребенок уже на льду. Радуется мама хоккеиста, жительница округа Елена Лоскарунская. В первую очередь это близость от дома, территориальная доступность. Это очень важно сейчас в наше время, чтобы не тратить время на дорогу. Плюс очень грамотный, хороший подобранный тренерский состав и тренерский процесс, естественно. Доволен и сам юный спортсмен. В хоккее Никита уже больше пяти лет сменил несколько школ, но Касатоновская академия как одна большая спортивная семья. Мне с детства родители предлагали футбол, борьбу, но я выбрала именно хоккей, потому что я однажды увидел этот спорт по телевизору, и меня притянула, конечно, к этому спорту красивая форма. В числе тренеров ученики Алексея Касатонова, а также профессионалы, которым он безоговорочно доверяет. Главная цель – сформировать команду всех возрастов, подготовить и воспитать спортсменов, мечтающих связать свое будущее с хоккеем. Чтобы они были здоровые, чтобы они были социально развиты, то есть они были в коллективе. Это, наверное, самое главное, чтобы, как раньше говорили, вытащить их от гаджетов, и чтобы они гармонично развивались, самое главное. Ну, конечно, по голову угла ставятся вопросы их мастерства, их роста, как хоккеисты. Завершился спортивный праздник турниром имени Алексея Касатонова. На лед вышли четыре команды из разных муниципалитетов Московской области, в том числе видновчане. Несмотря на юный возраст, ребятам всего по 6-7 лет сражались они как взрослые с азартом и профессионально. Все, как учат в Академии Алексея Касатонова. Екатерина Коваренко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Во дворе домов 70 и 72 по проспекту Ленинского комсомола на многофункциональной спортивной площадке с подачи жителей был установлен стол для игры в настольный теннис. Позаботился об этом депутат Владислав Рымша. Наш корреспондент Татьяна Брылова не только наблюдала процесс сооружения спортивного объекта, но и сыграла партию в теннис. Скоро в каждой квартире близ лежащих домов появятся подобные теннисные наборы. Во дворе дома номер 72 по проспекту Ленинского комсомола установили теннисный стол. На предварительно залитой бетонной площадке рабочие быстро и умело орудуя инструментами возводили новое спортивное сооружение. За процессом наблюдала местная ребятня. Ну раньше так чуть-чуть чеканил, совсем чуть-чуть. Я так чуть-чуть умею играть. Мы купим ракетки и будем играть в теннис. С предложением установить теннисный стол вышли местные жители. Обратились к депутату по своему избирательному округу, тот не заставил ждать. Средства были выделены из личного фонда депутата. Мы приехали, встретились, поговорили и выяснили, что действительно жители очень сильно хотят заниматься спортом. И вот самый доступный вид спорта для них, в сегодняшней ситуации, это настольный теннис. С момента обращения прошло буквально месяц. Мы сначала организовали площадку, подготовили ее, залили. Она месяц отстоялась. И вот сегодня, 1 сентября, мы установили стол, на котором сегодня жители попробуют поиграть. Ну, я надеюсь, что я тоже попробую этот стол. И попробовал. Предложив сыграть, мне с ним, как говорят в народе, партейку. Довольно быстро оба поняли, играть надо чаще. А в очереди уже стояли другие желающие. Житель соседнего дома Иван Слюнкин решил сразиться с водителем телеканала «Видное ТВ» Александром. Оба признались, давно не держали в руках ракетки. Это же прекрасно, на свежем воздухе заниматься спортом. Насколько вы опытный игрок? Ну, не совсем, но в школе играл. В юности хорошо играл, сейчас не знаю. Пропустите в мячи или все-таки забьете, как считаете? Может, я выиграю. Начало положено. Любители тенниса теперь смогут оттачивать мастерство в любое свободное время. А там, кто знает, возможно, и до турниров дворовых дойдет. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Медицинская сестра гинекологического отделения Видновского перинатального центра Лариса Шахрай отмечает 40-летний юбилей трудовой деятельности. В нашей съемочной группе она рассказала о всех тонкостях своей профессии и почему выбрала медицину делом своей жизни. В сентябре 1983 года Лариса Шахрай после окончания медицинского училища устроилась на работу в Видновскую районную клиническую больницу. Постигала азы своей профессии во втором хирургическом отделении. Под руководством известных Видном хирургов Мартину Алексеевича, Шеншина Валерия Яковлевича, Кривихина Вячеслава Тимофеевича, Буркина Валерия Петровна, Осокина Василия Витальевича. Под их руководством я начинала свою трудовую деятельность. А с 2005 года и по настоящее время Лариса трудится медицинской сестрой в Видновском перинатальном центре. Работать в это учреждение ее пригласил Николай Саваев, заведующий гинекологическим отделением. Лариса Викторовна, она очень добрая, она очень щепетельная, она очень с добротой, с теплом относится к своим пациентам. И она очень коммуникабельна со своими коллегами. Ее отличает высокий профессионализм, высокие деловые качества и преданность своей работе. Несмотря на то, что в семье героини нашего сюжета медиков не было, Лариса твердо решила помогать людям и ее призвание. Хотелось помогать людям, поправлять их здоровье. Гуманная очень профессия. У меня склад характера, наверное, такой. Пациенты, когда приходят, обращаются к нам за помощью, они нам доверяют свое здоровье, свою жизнь. И поэтому мы в ответе за их состояние и чувство ответственности, видимо, во мне есть. Лариса Шахрай – прекрасный наставник для молодых сотрудников. Это отмечает ее коллега, медсестра Татьяна Лукасевич. Когда она пришла в перинатальный центр, Лариса полностью взяла ее под свое крыло. Конечно, поддержка была колоссальная. Всегда приходишь в новый коллектив, волнительно войти в коллектив, работу. Она очень все... 24 на 7 была всегда на связи. Можно было позвонить в любое время дня и ночи и спросить у нее какие-то вещи. И она всегда может ответить на все вопросы, которые вас интересуют. С такими людьми очень комфортно работает. Никогда я не слышала, чтобы она повышала голос. Никогда. Не на пациентов. Ну, на пациентов тем более. Не на коллег она никогда не повышает голос. Не вообще, не в общении. Я вообще даже никогда не видела, чтобы она, мне кажется, злилась на кого-то. То есть, не присущи ей такие качества. Любовь к своей профессии, признается Лариса, главной критерией в ее деятельности. Потому что без этого чувства очень сложно находить контакт с пациентами. И уж тем более оказывать им помощь. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно.ТВ. Поселку совхоза имени Ленина исполнилось 105 лет. День рождения отметили массовыми гуляниями. Обо всех подробностях расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. О веселении до сегодня в кармане столь покажу. Поселку совхоза имени Ленина исполнилось 105 лет. Праздник отметили на площади около Центра культуры с музыкой и танцами. Плохая погода не стала помехой всем, кто захотел поздравить родной поселок. Местные жители любят и ценят свою малую родину. Я здесь выросла, я ходила в этот дом культуры, начинала свою профессиональную деятельность. Поэтому люблю то место, которое мне очень много дало. Здесь всегда очень много активностей, хорошие люди и, в принципе, очень интересный живописный район у нас. В нашем поселке совсем самые лучшие люди. Здесь можно найти много новых знакомств и друзей. С праздником жителей поздравил и начальник территориального управления Ленинского округа Михаил Рассказов. Поздравляю вас с Днем Поселка. Сегодня праздник всех тех, кто вложил частичку собственной души в становление и развитие поселка. Всех тех, кто чтит традиции своей малой родины. Желаю всем вашим семьям мира, добра и благополучия. Благодарственное письмо за активную общественную работу в этом году получил Денис Гавриков, руководитель Центра культуры поселка совхоза имени Ленина. Самой активной жительницей стала Татьяна Журавлева. Весь вечер участники веселого праздника пели и танцевали. День рождения даже у поселка только раз в году. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Ну и это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова